Ты спросишь, почему я ее потерял? Я с труси. Испугался ее власти надо мной. Она умела давать свободу выбора и ничего не требовала. Не держала. Но именно этим и привязывала к себе. К ней хотелось возвращаться вечно, сквозь ночь, дождь и вечер. И как она меня любила, боже, да безумие! Она умела ждать, прощала, преданно молчала. Свои ссоры, слезы, расстояния, ранящие слова, обиды и жгучую боль. И когда я к ней возвращался, измотанную, обесточенную, вымотанную, в мои вены снова вливался пульс. И я чувствовал, что я живу. Она меня понимала и не обвиняла ни в чем. Такая гордая, сложная и в то же время простая. Моя. Моя зависимость. Я хотел быть только с ней, но постоянно бежал от нее, пытаясь сохранить остатки этой мужской свободы от гребанной независимости. Я причинял ей боль, но не мог преодолеть себя и по итогу убил на собой. Она была из тех женщин, которые любят до мозга костей, до последней капли крови. Ей нужно было принимать решения, мужские, волевые, кардинальные. Но я только мучил ее своей неопределенностью. Я уходил и возвращался снова и снова, доводя ее до иступления. Пока однажды не ушла она, чтобы больше никогда не вернуться. Странная фраза, которую я понял только потом. Женщина, которая все прощает и долго терпит, часто уходит. Неожиданно и навсегда. И теперь без нее провал. Такая дыра в животе. Пустота, которую никем и ничем не заполнишь. Это я понял тоже потом. Намного позже, после ведущих следом за ней однотипных клонов. Искусственных кукол, лживых и дадури пустых, омерзительно похожих на друг друга. После нее невкусно. Отвратительно. До тошноты. Но ее не вернешь. Особая порода достойных женщин. Такие не возвращаются. Любил ли я ее? Не знаю. Но когда она ушла, я проклял весь мир. Любил ли я ее? Общи к нам и на земле. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...